всем привет у меня на сайте можно попасть на кладовочку на крок вот она значит на этой кладовочке вы какие изменения я решил тут а мы сделать значит сборки в мэй и значит здесь вот пожалуйста значит и атикса дебяны прочее появилась папочка загружается загружается загрузка туда не ползайте там ничего за себя интересу не найдете но допустим если вы попадете папочку вот допустим федора сейчас на пока пустая там парочка файлов только значит а но если увидите файлики вот с таким вот расширением в любой из папочек сейчас покажу вот значит там семерка z и так далее то это означает только то что значит сам файл больших размеров он значит был разархивирован архиватором z но в основном значит еще будет указано в приложении что допустим там данная сборка значит она в формате фс-архивер здесь только я только загрузочную скачал скажем так запись и текстовое описание файлы ну и видеоролик мы как там работает программа фас-архивер где ее можно взять ну первое на самой кладовочке у меня в программах линукс значит есть папочки которые так и называются qt4 и qt5 вот они вот опять допустим идете качаете сборку которая вас подойдет этот восьмая версия этого шестая даже если на вашем компьютере не встает программа qt5 но любой дистрибутив линукса минта прямо с официального сайта качаете устанавливаете значит программу находясь прямо на флешке с помощью этой программы значит опять таки можно создавать самые различные копировать копии самых различных разделов вашего жесткого диска и сохранять их на других разделах опять-таки помощь этой флешке пользу эту программу прямо с флешки можно значит восстанавливать а можно на просто находясь на компьютере значит если у вас вот у меня на линукс мин цена моно 18.3 вот у меня она спокойненько здесь вот стоит и и работает движется и колышется на все что мне нужно сделать если куда-то я хочу чуть там поставить вот я бегу к себе в раздел g party выбираю необходимый там диск куда я буду что-то там восстанавливать и уже затем при помощи этой программы останавливаю необходимую начнетом на сборку на этот раздел у меня допустим за то раздела свободные могу восстановить на них любой значит копию там своих корок вот и все поэтому значит программа хорошая значит или позволяет практически делать копии практически всех линуксов то есть я стандартные разные размеры вот смотрите я делаю под все свои испытания 50 гигабайт можете сделать по 30 там а по 40 там как вам нравится я так для себя установил обычно хватает там 15 там максимум 20 гигабайт под корневой еще там 23 гигабайт остается под домашней поэтому это дело я вам рекомендую а значит и можете этой программой говорится пользоваться значит ну а процесс значит допустим вот уже файлик скачали значит там как его разворачиваю и так далее значит я покажу в следующей части ролика а пока вот запомните что практически даже если на вашем компьютере не ставится программа qt5 кстати надеть на дипин 15 5 дебяновский ролик дебяновский файлик ставится но программа нигде не появляется на дипи даже в терминале пробовал ее вызывать командой бесполезно а на флешке любого места вытащили крыльца копии на любое место ее поставили вот и все то есть вот в этом плане программа очень гибкая работает как ракета очень быстро вот ну единственное что вы говорите тут уж образ на виртуальную коробочку не подключишь не покрутишь на флешку не запишешь ничего не надо вот маленькая программу а программулька на флешке даже на самом обычном дистрибутиве линукса но если встает помощью ее можете архивировать или восстанавливать любой раздел на жестком диске а вот таким вот образом это значит здесь я расскажу на как восстанавливаться с файлов в формате созданном программой qt5.fs.archiver значит вы допустим скачали файл или зазипованный архиватором семерка z чем хорош что он позволяет создавать многотомные архивы и разбивать их на файлы небольшие по размеру которые удобно значит закачивать на облака вот практически у меня значит fedora здесь получилось сейчас точно скажу выделить 2,7 гигабайта хотя значит исходный файл значит был больших размеров то есть помимо того что архиватор семерка z он еще больше упаковывает файлы он их разбивает на архивы вот вы себе этот архив скачали по первому файлику вот 0.1 распаковать сюда нажимаете нажимаете и идет процесс распаковки файлов файлик fedora жесткого диска компьютера с одного раздела на другой на седьмой значит операция идет довольно таки живенько вот прошла минутка и пишет что минутка осталась что-то аж совсем просто не верится уже больно живенько а затем значит я перезагружусь вот смотрите время когда мы закончим когда я снова окажусь на fedora будет легко кудриться сравнить без дураков и заодно проверим записалась fedora обратно нормально или нет вот практически и будет вся проверка ну вот восстановление закончилось заняло всего лишь 3 минуты значит ну давайте проверим посмотрим что у нас G-Party покажет вот на седьмом разделе снова 7.43 ну ладно я теперь перезагружусь и там уже следующая часть ролика будет с fedora и так я загрузился значит с fedora с восстановленной ну запомните вот какие были цены цифры можете сравнить практически все нормально как говорится восстановилась и шевелится поэтому вот операционная система которая не обладает скажем таким свойством создания изообразов что их можно было скачать там покрутить виртуальные коробочки там записать на флешку и так далее ну есть вот я называю это как бы слепой вариант это уже основанный скажем так на доверии значит ну вот у меня оно вот так вот работает это не значит что оно будет работать на вашем железе еще раз повторяю но то что как говорится вот один в один восстановится как у меня оно было это однозначно а уж если как говорится там что-то там в вашем железе не подходит для этой значит сборки ну уж тогда как говорится извиняйте а я сейчас обратно перейду на линукс и там дальше мы закончим наш урок итак я снова вернулся на линуксминт цинамон значит ну какие у меня имеется скажем так соображения по этому поводу значит ну в любом деле есть свои плюсы есть свои минусы плюс какой что вам не нужна флешка если вы устанавливаете на своем компьютере сборку на другой раздел жесткого диска то практически ни виртуальная коробочка ни флешка вам не нужны вы скачали развернули развернули и установили как говорится к себе на созданный для этого раздел жесткого диска я делаю стандартные значит разделы под свои испытания по 50 гигабайт но допустим федора у меня занимает всего там в развернутом виде около 7 гигабайт так что можете сделать даже раздел там и на 20 и на 30 гигабайт и туда значит все это дело войдет значит единственное значит у меня номер номер раздела 7 у вас может быть другой могут быть проблемы значит с запуском системы поэтому тут надо хорошо разбираться в загрузчиках меню значит по поводу того как там и что значит вот значит у меня на сайте раздел программы вот и значит здесь вот резервная по-моему вот загрузочные флешки и загрузчики операционных систем вот посмотрите что такое поисковики попросвещаетесь как ставится операционные системы там здесь практически довольно таки подробно все рассказано и плюс так же ну эти разделы очень близки друг к другу значит еще раздел про загрузочные флешки ну вам он постольку поскольку потому что у вас код т5 в основном будет все это дело делать и по код т5 значит вот так же у меня на сайте имеется довольно таки большое количество видеороликов вот и здесь также можете посмотреть там как что делается ну и плюс в этом видеоролике я вам показал как я допустим скачал разархивировал удалил при вас раздел жесткого диска где у меня была Федора как на нее установился заскочил на Федору и прямо с Федорой вам показал что все оно так сказать установилось нормально и работает нормально то есть вот такие вот вещи то есть с одной стороны вроде бы не посмотришь там не покрутишь на коробочке и так далее зато с другой стороны и коробочка не нужна и флешка не нужна если вы делаете на одном компьютере скачали только программа должна у вас стоять Qt5 и все если на вашем компьютере если на вашей операционной системе она не встает то пожалуйста можете скачать одну из моих флешек значит который расположен на кладовочке у меня вот на кроке на них как правило уже предустановлено на большинство из них программу Qt5 Qt5 фс архивер сейчас пройти уже точно не буду по моему на линуксминт по крайней мере на линуксминт на мон по моему я ставил вот вот сюда по моему стоит значит ну и плюс так в поисковой строке в интернете заведите Qt5 фс архивер найдете там по моему на sourceforge нет все это дело а вот здесь в файлах зайдете в qt5 фс архивер и тут в зависимости от того что у вас там есть или значит это на рпм пакетах или на дебяновских вот смотрите по типу вашей системы девятка там восьмерка убунта какая-то вот скачиваете этот пакетик и устанавливаете его и дальше с ним уже спокойненько работаете а у меня значит вот видите как по линуксминт 18.3 пакетик встал qt5 фс архивер вот он он работает нормально при вас все создавалось как говорится и восстанавливалась и нормально все работает еще один нюанс по работе с сайтом вот такой допустим по рубрике систембанк было сделано очень много роликов ноя и другими и вот если пробежать до конца то можно увидеть предыдущие записи вот вы можете пойти на предыдущие записи иногда здесь появится страничка 2 видите можете посмотреть значит вот здесь а вот и еще есть предыдущие записи вот смотрите сюда значит опять таки вот вот это вот мой я считаю один из самых любимых значит роликов смертельные возможности в 2015 году я его сделал но мне он и самому нравится то есть понимаете как еще есть предыдущие записи то есть вот если в конце значит вы видите что вот таким вот образом все это дело делает значит вы просто поползайте потому что на данную тематику сделано много видеороликов и не только мною но видите уже четвертая даже страничка ну ладно значит еще раз повторюсь по программе фс архивер там и четвертый там и пятый без разницы программа действительно хорошая позволяет практически автору не заботиться именно о создании изообразов хотя конечно они компактны их можно там посмотреть на виртуальной коробочке там на флешку записать с флешки работать и так далее вот здесь значит вариант такой что как говорится тут уже по типу веришь автору не веришь раз сейчас выпускаются флешки очень больших размеров поэтому на обычную флешку даже вот с официальным дистрибутивом любого Минта идете значит по интернету берете вот этот файлик или у меня прямо из кладовочки значит можете скачать скачать вот отсюда вот посмотрите или qt4 или qt5 вот зашли и там тут две версии там это вот восьмая это шестая скачали посмотрели поставили себе или пошли на первоисточник вот сюда тут выбираете какой там ваш дистрибутив вот и значит берете и ставите себе на флешку все и даже если на вашем компьютере не ставится программа qtfs архивер но ставится на флешку значит с любым дистрибутивом нормальным то все вы на коне находясь прямо на флешке вы сможете брать допустим и делать купе одного раздела сохранять ее на другом разделе восстанавливать там с того раздела на третий там в любом раскладе вот значит очень хорошая толковая программа и причем допустим ну вот ну в Arch Linux там есть какие-то программы которые делают позволяют делать изообразы настроенной системы ну скажем для пользователей но это вызывает ну скажем так массу хлопот и ста человек только там один мог или два могут это дело сделать то же самое значит с системами основанными на RPM пакетах за исключением пожалуй PC Linux у него есть своя собственная программа для создания своих значит изообразов а так ну Fedora там Суси ну как-то не получалось все ну а сейчас вот я думаю так что я потихонечку буду выкладывать если будете видеть расширение семерку Z или FCA значит и там в текстовом описании будет написано что нужно использовать фс-архивер ну значит вот будете пользоваться этой программой она абсолютно крошечная там буквально там ну я могу даже точно сказать ну вот пол мегабайта весит и всего лишь ну программа значит очень хорошая ну могу еще раз посмеяться вот посмотрите особенности сказать нашего корявого перевода а вернее скорее всего что автор даже не обращался к нормальному переводчику как у него было несколько лет назад так и есть вот как вы поймете это число потоков решения вот вы как-нибудь сможете нормально скажем так вот на русский язык значит ну скажем так сказать что же это обозначает вот вот теперь смотрите иду на английский язык сохранить настройки окей выход выхожу захожу снова опять на русском языке что ли просится а нет ну а вот теперь смотрите что написано тут по-английски number of processors course for to be used fs archiver количество процесс ядер процессора которые будут использоваться программы fs archiver вот понимаете как вот выставляете у меня допустим 4 ядра я их спокойно отдаю под использование LZO практически делает хорошо сжимает все линуксы если у вас винда вот gazip стандарт используйте только вот и все ну вот такие вот особенности значит велик могучим русский языка ну понимаете сами да вот ну мне то как говорится по барабану ну вот когда вот такие вот чудеса видишь ну просто хочется сказать или автор ленивый или переводчик пьян нормальным русским языком можно было написать не число потоков решения а допустим число ядер процессора все какие потоки какие решения ну переводчик был пьян ну ладно значит я желаю вам всего самого доброго значит еще раз значит привлекаю ваше внимание к такой чудесной программе и практически могу вам сказать что работает она действительно как ракета на самом дипине там они сделали программу клон ну ребята я вам скажу у меня она пол системы чуть не снесла вот после нее у меня вообще там ничего толком грузиться не хотелось и что там она сохранила мне и где неизвестно вот фс архивер прост ясен понятен откуда куда или восстановить или сделать архивную копию вот и все ну ладно желаю вам всего доброго и до новых встреч до новых встреч